Вот сейчас у нас с вами новые реалии. Новые вызовы. И по какому пути мы будем идти, зависит от инвесторов. В то же время зависит от партнёров. От всех участников проекта зависит, насколько мы мобилизуемся. Насколько мы сможем минимизировать вот этот обвал в экономике, который произошёл. Одно могу сказать точно, что мы приложим все силы и усилия и необходимые меры премиум для того, чтобы проект довести до намеченных задач и довести до логического результата. Построить её, запустить в эксплуатацию, сдать госкомиссии и начать реализовывать, начать производить продукцию, разработки двигателя, ввести его в хозяйственный отбород Российской Федерации и довести до прибыльности, чтобы была нормальная рентабельность, чтобы проект начал приносить доход и прибыль. Поэтому все усилия будут приложены к этому. И эти показатели будут достигнуты. Какой ценой, не знаю. Всё будет зависеть от того, как слаженно мы все вместе будем действовать. Не наша вина, что это так случилось. Сколько можно было парировать всё это дело? Мы парировали. Дальше. Воспринимать надо как данное. Поэтому я сейчас доведу некоторые цифры. В принципе, если смотреть раньше, доходы, сколько денег приходило на расчётные счета. Совалмаш, Solar Group. Было вполне достаточно, чтобы мы вели строительство и работы по строительству, по проекту, с тем темпом, который был выбран. И вот то, что мы достаточно интенсивно строили и делали, было связано именно с тем, что мы прекрасно видели, какие изменения ожидают нас в ценах. Поэтому мы сделали всё, что возможно, чтобы минимизировать издержки. Поэтому мы достаточно большие объёмы металлоконструкции заказали. Ну, уже было озвучено, что вот этот каркас – это полторы тысячи тонн металла. Это только в каркасе, не считая арматуры и всего остального. Ну, там достаточно много всего. Поэтому мы предоплатили теплотехническое оборудование и так далее. Всё это сделали. Насколько это позволяли суммы, которые были у нас. И расходы средств месячей у нас были в пределах порядка 30 миллионов. Прошлый месяц, вернее, не прошлый, а текущий месяц у нас расходы 61 миллион. Следующий месяц, август, вот сегодня сбивали затраты, которые следует оплатить. Это где-то порядка 76 миллионов. Предыдущий месяц, июнь месяц, он тоже был в районе 50 миллионов. Ну, вот такие платежи нас ожидают. Насколько это было ожидаемо? Да, это ожидаемо было. Я уже неоднократно говорил, заявлял, что да, будет такая ситуация. Можно ли сбросить темп строительства? Нет, нельзя. Потому что нам надо закрыть тепловой контур здания, завести энергоресурсы и подключить их. Ко всем убедительная просьба, активизируйте свою работу. Активизируйте. Это позволит минимизировать затраты финансовые и позволит нам избежать, по максимуму избежать размытия долей инвесторов. Не проблема сейчас взять кредиты. Не проблема. Но это размоет доли. Я этого не хочу. И буду пользоваться этим инструментом только в крайнем случае. Субтитры создавал DimaTorzok